Здравствуйте! В эфире Город Тесс. Детская музыкальная школа имени Чайковского отмечает свое 60-летие. Это стало поводом для нашей программы сегодня. Об истории и успехах образовательного заведения будем говорить сегодня. Наш разговор будет прерываться, и вы увидите несколько музыкальных фрагментов в исполнении коллективов и выпускников школы. Итак, в нашей студии директор детской музыкальной школы имени Чайковского, заслуженный работник культуры Российской Федерации Вера Бодрова, преподаватели школы – это Екатерина Тихонова и Дмитрий Буциков. Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляю вас с такой замечательной датой – 60 лет. Кажется, так много уже прошло. Вера Александровна, скажите, пожалуйста, когда вы пришли в эту школу и сразу стали директором или сначала преподавали? Как у вас сложилось? Я пришла в эту школу в 1982 году на должность директора школы. Сразу? Да. И как вам показалась эта школа? Потому что первые ощущения, они важны. Какая была атмосфера? Что вам удалось немножко изменить, исправить? Или вас все сразу устраивало? Вы поняли, что это коллектив прекрасный? Ну, коллектив там прекрасный был. И сейчас он такой же прекрасный. Но школа была в таком, знаете, плачевном состоянии. Требовался ремонт. И мы в первый же год все это сделали. Было очень трудно. В то время было трудно и с материалами строительными, и с финансами. Но нам удалось на тот момент как-то преобразить школу. Да, это очень важно для музыкантов, для людей, творческих людей искусства, чтобы обстановка была хорошая, располагающая к творчеству. Екатерина, разрешите у вас тоже поинтересоваться, как вы попали в эту школу? Учились там, не учились? Либо пришли уже работать преподавателем? Нет, я после окончания музыкального училища пришла работать в эту школу в 90-м году. Почему выбрали вот именно тогда пятую еще школу, да, детскую музыкальную? Так сложилась жизнь. Я приехала в Самару из другого города, и мне удалось сразу найти работу. Удачно очень. Я в этой школе уже 27-й год работаю. Да, и Вера Александровна тоже будет праздновать юбилей. 35 лет, да, получается, в школе? Да, да. Вот практически тоже круглая дата. Что вы преподаете, Екатерина? Я сейчас занимаюсь электронными музыкальными инструментами. Я руковожу отделом электронных музыкальных инструментов. Да, идете много со временем, потому что электроника сейчас, наверное, это вот что-то новое, современное. Да, это очень перспективное направление в современном музыкальном образовании. Вот, немногие школы сейчас этим занимаются, а вот так более глубоко и эффективно, пожалуй, в Самаре никто не занимается, потому что наши ребята уже лауреаты международных и всероссийских конкурсов по исполнительству на электронных музыкальных инструментах. А вообще это очень перспективное направление, потому что оно сейчас очень востребовано и актуально в молодежной среде. Да, да, да. Ну, Вера Александровна отличается, хочу сказать, новаторством, несмотря на то, что вот уже 35 лет, казалось бы, все должно уже как-то быть отрегулировано, но нет. Все стремитесь уже к каким-то новым вещам. Да, пониманию руководства наш отдел продвигается и развивается, потому что это нужно идти в ногу со временем, чтобы чувствовать актуальность. Да, я с вами согласна. Дмитрий, а вы вот с этим согласны? Как вы нашли эту школу для себя, открыли? С какого времени вы ей принадлежите? Да, я, конечно, согласен с тем, что сказала Екатерина, что школа имени Чайковского идет в ногу со временем. Все время, которое я себя помню, еще будучи учащимся, а стал учиться я в школе с 96-го года, если мне не изменяет память. Я почему говорю так, потому что первый мой конкурс — это 98-й год, Шаталовский. И вот я сейчас только что отчитал. И вот уже с того времени всегда царила интересная творческая атмосфера, всегда ставились интересные задачи. Я тогда чувствовал, что здесь происходит что-то интересное и на высоком профессиональном уровне. Вам удалось оттолкнуться, и как вы пошли дальше? Как развивается сегодня ваша карьера? Вот интерес, вот к чему может интерес привести? Вот просто прийти в школу, там интересно, вас это все охватило, захватило и дальше что? Расскажите немного себе. Ну вот именно в моей родной школе, я думаю, что повезло учиться всем, тем, кто там учится, потому что там закладывается хороший фундамент для успешного продолжения обучения в средних учебных заведениях или в институтах культуры. А вы как продолжаете? Ну, скажем так, что у меня был выбор в девятом классе поступать в училище или продолжать учиться в школе, как и сейчас стоит выбор у многих родителей, что делать со своими детьми. И что посоветуете? И в то непростое время, это начало 2000-х, ну все-таки непростое время для нашей сферы музыкального образования решили совместить. Ну, скажем так, ну выбор был в сторону музыки. И вот после обучения уже в музыкальном училище, дальше было принято решение пробовать поступить в Москву. В Москву удалось поступить в Российскую Академию Музыки имени Гнесиных, скажем так, удалось там, скажем так, продуктивно поработать, кроме обучения, еще несколько лет. Ну и после чего было принято решение все-таки вернуться на родину. Да, надо сказать, что такое ответственное решение, шаг, который доказывает, как вы полюбили все-таки Самару и школу. И вот что, прям еще один момент такой очень важный, что отличает вот Веру Санна, она всегда заботится о том, чем занимаются не бывшие ученики, а выпускники. То есть бывших не бывает в этой школе. То есть это всегда вот эта опека в хорошем смысле, внимание, конечно, и это все повлияло на то, что я остался в профессии, потому что несколько лет я был вне музыкальной сферы деятельности вообще. И, скажем так, вот то, что, скажем так, это внимание чувствовалось, это все-таки заставляло задуматься, может быть, вернуться. И вот все-таки произошел этот возврат, и уже пять лет я в основном музыкальной сфере. Да, а давайте послушаем, как вы исполняете музыкальное произведение, и у нас есть возможность оценить ваши таланты. Пожалуйста, Дмитрий Буциков. Дмитрий Буциков. Дмитрий Буциков. Чудесное исполнение. Чувствуется ваша любовь к инструменту. И вот короткий вопрос, почему выбор пал на балалайку? Наверное, вам уже часто его сдавали все-таки. Выбор пал на балалайку потому, что у меня было желание, естественно, на гитаре, как у всех, что видит юный молодой человек, то и выбирает. Что увидел? Гитара. Везде гитара. Хотелось учиться на гитаре. Но спасибо Сергею Николаевичу Мамченко, моему, скажем так, преподавателю и поныне есть чему у него учиться. То, что он все-таки, скажем так, уговорил родителей пойти все-таки на балалайку, поскольку там меньше струн и легче прижимать, и гриф тоньше. А потом-то гитара приложится. Так его слава были пророческими. То есть гитара приложилась в той форме, скажем, в которой она сейчас есть, эта песня. А вот основной, конечно, это балалайка. Вера Александровна, когда отмечается юбилей, подводят итоги. Хотелось бы от вас услышать, как от руководителя, который уже 35 лет возглавляет школу, какие главные итоги, вот как вам кажется, что самого важного произошло за это время? Может быть, этапы даже какие-то были, становления, наград, конкурсов, еще чего-то. Вот для вас что важно? Ну, этот прошедший год у нас юбилейный. Он, конечно, очень творческий, очень плодотворный. Мы усиленно готовились к 60-летию школы, и сегодня мы можем уверенно сказать, что у нас все получилось. Провести этот юбилей мы решили в необычной форме. Вместо одного традиционного, как это обычно делается, концерта, мы задумали юбилейную фантазию, состоящую из трех концертов, двухчасовых. Первый концерт у нас состоялся в школе, назывался он с юбилеем «Родная школа». В этом концерте приняли участие солисты, учащиеся лауреаты областных конкурсов, всероссийских, международных конкурсов, ансамбль скрипачей и малые творческие коллективы. В этом концерте особенно всех удивила пианистка Кабир Валина, которая недавно стала победителем, лауреатом конкурса имени Кабалевского. Да, и мы ее услышим тоже в нашей программе. Да, только что прошел у нас в нашем городе этот конкурс. Второй концерт мы провели в музыкальном училище имени Дмитрия Георгиевича Шаталова. Этот концерт народного отдела. У нас на народном отделе учатся 150 человек. Из 100 человек приняли участие в этом концерте. Были представлены солисты, домристы, балалайшники, гитаристы, аккордеонисты и шесть творческих коллективов народного отдела. Из них три образцовок. Это ансамбль балалайка, ансамбль домристов, сувенир, оркестр русских народных инструментов покорил всех на этом концерте. И один народный коллектив, это педагогический ансамбль. Концерт был, конечно, очень мощный, очень хороший и прозвучало очень много народной классики. А третий концерт вокально-хорового отдела мы провели в Самарском государственном институте культуры. У ваших коллег. Да, там мы показали народное пение солистов и фольклорный ансамбль «Церемок». И было представлено академическое пение тоже. Солист – это наш ученик, выпускник. Сейчас он учится в Самарском музыкальном училище на вокальном отделении у заслуженного работника культуры Афанасьевой Натальи Александровны. И мы показали наш прославленный хор, образцовый художественный коллектив, хор «Гармония», который является победителем международных хоровых игр. В Австрии в Линце золото, в Латвии, в Риге серебро, и в России, в Сочи тоже золото. Вы приходили руководителем, чудесный руководитель, который отдается полностью рабочим. В этот юбилейный год, конечно, к юбилею, мы выпустили вот такую вот книгу к 60-летию со дня основания детской музыкальной школы имени Петра Ильича Чайковского. Это, знаете, фотохроника посвящена деятельности коллектива с 2011 года по 2016 год. Но у школы нашей замечательное прошлое и прекрасное будущее. И вот эта современная история с высокими достижениями достойно представляет школу в образовательном пространстве Самарской области и культуре российского государства. Да, и министр культуры даже вот открывает это. Да, 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 открывает это. Министр культуры это издание. Нас очень порадовали хорошие отзывы о концертах. Отмечен высокий профессиональный исполнительский уровень. И нас даже назвали детской консерваторией. Да, это вот замечательно. И вот связующей нитью всех этих трех концертов была, конечно, музыка Петра Ильича Чайковского. И исполнение произведений современных композиторов. Это Патгайца, Шаповалова, Игоря Шедзука. Понимаете, освоение мы как-то стараемся освоить. Современный музыкальный язык, новые гармонии, новые фактуры, очень сложные партитуры. Это одна из главных задач наших творческих коллекций. Да, ну это замечательно, замечательно, потому что не только традиции. Конечно, мы все чтим эти традиции, и народные. Но вот когда двигаются вперед творческие люди, это тоже замечательно. Я хочу послушать хор «Гармония», фрагмент, потому что действительно замечательный хор. У меня остались прекрасные впечатления от общения с руководителем и с вами в прошлый раз. Давайте посмотрим и продолжим разговор. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Екатерина, расскажите, какое вы участие приняли в подготовке к юбилею? Участвовали ли сами лично ваш коллектив, воспитанники? Как все это происходило? С каким настроением? Атмосфера? Да, конечно. Мы участвовали, мы готовились к этому событию все полугодие. Были подготовлены три номера от нашего отдела электронных инструментов. А также я участвовала в концерте хоровом в качестве ведущей. У нас выступал ансамбль электронных инструментов в созвучии, трио девочек в составе Сафронии Настя, Андреевской Настя и Лена Чаркина. И выступали солисты. Совершенно удивительный маленький Дима Фролов, который же лауреат международного конкурса в Москве в этом году. И Настя Андреевская исполняла сольно произведение. Да, приятно будет услышать свои фамилии, тем более, когда преподаватель отмечает хорошее качество исполнения. Дмитрий, вы как вложились тоже в этот юбилей? Чем и как? Ну, на мне была важная возложена миссия, значит, подготовить балалайшников, оркестра. Чем, ну, я думаю, успешно и занимался, особенно последние, вот с сентября, прям вот это был очень такой непростой отрезок времени. Понимаешь, что нужно не просто научить, а еще нужно заразить детей, скажем так, во время урока. Ну, я думаю, что все ребята, лучшим, скажем так, достижением то, что ребята звонили, Дмитрий Юрьевич, а сегодня будет занятие, или дополнительно вы позанимаетесь. И, конечно, мне очень приятно то, что в школе, вот чем славится школа? Тем, что здесь все служат одной высокой целью, это служение музыкальному искусству. Что все остальное, как творческие амбиции, да, это все как двигатель. Но это гордое имя, вот оно, имени Чайковского, полностью себя оправдывает школа, потому что эти высокие идеалы чувствуют и родители. И, конечно, вот в школе царит одухотворенность, вот этот трепет, который чувствуется. Да, не просто вот прийти, пришел, научился играть на балалайке, на гитаре, еще на чем-то и ушел, да, вот. Три аккорда. Да, вот это действительно очень важно. И все-таки, когда мы говорим о юбилее, мы говорим, хочется узнать побольше об истории заведения. Вера Александровна, какие вот вехи, опять же, вот вы можете выделить? Что так, что важного произошло, в какие годы, может быть, какие события для вас важны оказались? За 60 лет школа выпустила более 2000 учащихся выпускников. Многие из них выбрали профессиональный путь, связанный с музыкальным искусством. Это первые представители этого пути. Вот. Наши учащиеся выпускники закончили средне-высшее учебное заведение и продолжают работать в школах, также в учреждениях культуры. Только в нашей школе из 38 преподавателей работает 25 наших выпускников. Да, да, да. Преподаватели в Самарской области, два лучших преподавателя России. В школе где-то около 30 стипендиатов учащихся разного уровня, начиная от главы города и до президента России. И, конечно, для нас большой почетной миссией является то, что наши дети являются участниками сводного хора России под управлением Гергиева. Вы знаете, они выступали в Мариинском театре. Десять участников от Приволжского федерального округа. Они выступали и в Мариинском театре. Они выступали на Дне России в Крыму, в Ялте. Они были на закрытии Олимпиады в Сочи, зимних олимпийских игр. И вот в прошлом году и в этом году такое совпадение 27 декабря 2015 и 27 декабря 2016 года, они принимают участие, выступают на Государственном совете по искусству и культуре в Кремлевском дворце при президенте России. Но тут уже, наверное, больше ничего не скажем. Мы считаем это уже высшее, то, что можно, да, ваши воспитанники, ученики. С нашими высшими, самыми такими яркими достижениями. Да, что вы можете потом сказать, что вы выступали в Кремлевском, воспитанники вашей школы, в Кремлевском дворце. Но это не каждый артист вообще удостаивается такого. Ну, они вот, видите, не только работают и выступают, им еще была предоставлена возможность отдохнуть в Крыму, в детском центре. Конечно, география чудесная. Мы из Сочи. Вы упомянули фамилию Кабирова, да? Кабирова, Алина. Давайте послушаем фрагмент. Давайте. Тоже отдадим должное специалисту, чудесному, талантливому человеку. Это девочка, которая стала лауреатом 25-го конкурса Кабалевского. Послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Екатерина, расскажите о ваших планах. Вот вы несколько выбиваетесь из классики, да, так скажем, из народного искусства. Вот что у вас уже есть, какие возможности, и что вы планируете дальше? Ну, по поводу того, что мы выбиваемся из классики, нет, все равно мы на основе классики. Дети все равно получают классическое академическое образование, но уже с использованием новейших технических средств, таких как профессиональные рабочие станции, музыкальные инструменты, так называются электронные. И при помощи музыкально-компьютерных программ. У нас есть в зале хорошие аппаратуры. Да, идете в ногу со временем. Дмитрий, каковы ваши амбиции? Куда дальше? К чему стремитесь, чтобы прославить еще больше школы Меченковского? В полной мере они сейчас реализуются в Самарской государственной филармонии, где являюсь руководителем, основателем ансамбля народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». Также в полной мере себя творчески реализую в фолк-проекте «Ба-ла-лайк» с Дмитрием Косяковым. Интенсивная, очень насыщенная жизнь. Ну, вот прозвучало, что много было положительных отзывов о концертах, и называли школу детской консерваторией. Но консерватория – это учебный процесс. А здесь мне бы хотелось назвать детской филармонией. Вот действительно, такая концертная жизнь, и вот итог этой концерта – это детская филармония, действительно, что не стыдно, скажем так, не то, что не стыдно, а за честь, думаю, и филармонии, что лучшие учащиеся и коллективы, если выступают в филармонии. Это всегда украшение. Ну, если уж они в Кремлевском дворце выступают, то тогда, конечно, филармония. Вера Александровна, которая очень скромно всегда рассказывает о своих достижениях. А ее достижение в чем? В том, что она объединяет всегда, во благо, скажем так, общего дела, талантливых преподавателей и учащихся. Да, это чувствуется, Вера Александровна. Очень коротко, у нас минутка буквально до следующего фрагмента. Вот ваша тоже еще мечта на будущее ближайшее. Что вы еще планируете сделать? Есть такая задумка? Еще такая. Самое главное – это сохранить достигнутое и, разумеется, развивать дальше школу. Дальше. Ну, давайте еще тогда следующий фрагмент посмотрим, потому что они как нельзя лучше иллюстрируют то, что происходит в детской музыкальной школе. Пожалуйста. И мы на этом простимся. Спасибо вам огромное. Мне сейчас режиссер подсказывает, что у нас буквально временно фрагмент. Спасибо. Творческих вам успехов, удачи в жизни и здоровье. Спасибо. Всего хорошего. И музыкой мы завершим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok